Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папиканом находится в России с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойвок Лаар сообщил свитер, что будет сегодня в Ереване. «Сегодня мы тестируем прямой рейс Вены-Ереван. В полдень ожидаю содержательные встречи», написал он. ЕС в своей деятельности на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными конъюнктурными интересами. Прокомментировала новость о продлении мандата миссии наблюдателей ЕС в Армении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы знаем, что Брюссель всячески пытается вмешаться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы в конечном итоге вытолкнуть Россию из региона. Это их мечта. Мы выразили свое отношение к этому вопросу», — отметила Захарова. Офис Совбеза Арцаха сообщил, что во встречах, проводимых с представителями Азербайджана при посредничестве и участии миротворцев России, дислоцированных в Арцахе, участвуют только уполномоченные представители республики. В частности, 7 декабря в совещании, проведенном в месте постоянной дислокации миротворцев, применил участие секретарь Совбеза Арцаха Виталий Баласанян. Делегация во главе с президентом Арцаха Арайком Мару Цюняно встретилась с мэром Парижа Анной Дальго. Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, на встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития связи между Арцахом и Францией и урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Мэр Парижа заверила, что город всегда будет рядом с Арцахом и его народом, защищая его права на самоопределение и мирную жизнь. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдулаева на своей странице в Твиттер выразила протест в связи с интервью президента Арцаха Арайка Арутюняно французскому телеканалу «Франц-24». По ее словам, интервью пообщает пропаганду сепаратизма, посягает на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также вредит мирным усилиям и обостряет напряженность. Украинский суд приговорил к лишению свободы гражданина Азербайджана, участника 44-дневной Арцахской войны Мессира Гассимли и его друга Субрана Гулиева. Как пишут азербайджанские СМИ, они были признаны виновными в похищении человека, армянина по национальности, хулигарстве и хранении оружия. Оба азербайджанца приговорены к лишению свободы сроком на 8 лет. На заседании правительства Армении одобрим проект закона о деятельности внешней разведки и службе внешней разведки и пакета смежных законов. В программе правительства на 2021-2026 годы закреплен императив наличия службы внешней разведки. Орган будет подчиняться премьер-министру страны. 8 декабря на территории России зарегистрировано землетрясение магнитурной 5,6. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, эпицентр находился в 99 километрах к юго-западу от Махачкалы. Сила подземного талочка в эпицентре составила 7-8 баллов. Землетрясение ощущалось в Армении силой 3-4 балла. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Киев просит США предоставить кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов. Однако администрация Байдена пока не готова выполнить это пожелание. Одной из главных препятствий получения Украины кассетных боеприпасов является ограничение на их передачу за рубеж, установленные Американским Конгрессом. В Киеве может произойти апокалипсис, как в голливудских фильмах, заявил мэр города Виталий Кричко в интервью Reuters. Сейчас нехватка электроэнергии относительно терпима, поэтому эвакуировать жителей из Киева пока не нужно. Но я прошу жителей также готовиться к различным сценариям быть готовыми. Пожалуйста, подготовьте запас питьевой воды, техническую воду, теплую одежду, еду. Все должно быть готово. Надо подготовить сумку с документами и элементарными вещами, желательно небольшую на случай чрезвычайной ситуации, сказал Кричко. Премьер-министр Никол Пашинян 9 декабря с рабочим визитом от Буддит в Кыргызстан. Как сообщает пресс-служба Пашиняна, премьер-министр в Бишкеке принят участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках визита заплоднирована также встреча премьер-министра Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Встречу подтвердил также помощник президента РФ Юрий Ушаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин